Астрология опирается на тот постулат, что между вещами нашего мира существуют не только физические связи, очевидные по старинному взору, но и какие-то изримые оккультные связи, которые могут прочесть опытные логеря, астролог. И, соответственно, каждая планета, каждое небесное тело, каждое светило имеет некоторый разряд тех элементов, тех вещей, которые входят в состав некого такого содружества этой планеты. У Солнца, например, одна семья, у Марса другая, у Луны третья. Кроме того, астрология предполагает, что Земля — это центр универсума. Земля, то есть астрология, преимущественно геоцентрическая система. Даже с учетом открытий, которые были сделаны еще в Древней Греции, потом Коперник это подтвердил, геоцентрическая система, все равно это никоим образом никак не сказалось на астрологическом ощущении. Все равно для астрологов Солнце всходит и заходит. Различные планеты, даже если они вращаются вокруг Солнца, они все равно влияют на Землю. Поэтому Земля так и иначе оказывается центром мира, самым важным центром универсума, где мы все живем и испытываем эти великие воздействия. Есть еще одна установка характерная для очень многих эзотерических движений. — это макрокосм и микрокосм. Эта позиция уходит корнями в очень далекое время, когда человек чувствовал свою связь со всем сущим, и то, что располагалось здесь, в этом мире, на Земле, аукалось от его сознания где-то там, далеко на Неле. Соответственно, можно вызвать позитивные, скажем так, изменения, обращаясь к этим небесным властителям, небесным телам, которые как-то начинают проводить те влияния, которые необходимы человеку. Как на Земле, так и на Небе. Как наверху, так и внизу, как говорится, в изумрудной скрижале гермесоприсмегиста. Имеется в виду, конечно, исключение, идущее от планет, не физического плана. Современные астрономы, ну и шире люди, опирающиеся на естественно-научную картину мира, отрицают свои действия столы, на том основании, что те исключения, имеющие в виду, в физическом смысле, чрезвычайно малых и рассеивают в межзвездном пространстве, не достигая земной атмосферы. Ну, разве что, конечно, можно говорить о влиянии Солнца в плане физическом, отчасти влиянии Луны, но уж никакой образом не какого-то далекого Юпитера, Сатурна, Марса и так далее. Но речь идет, конечно же, не столько о физическом влиянии, сколько о незримом оккультном влиянии. Слово «оккультус» латинское означает «скрытый», «тайный», «сокровенный». Это влияние, по мнению астрологии, глобально, оно оказывает воздействие на события, на ситуации, на тела, на то, что внутри тела находится, на наш интеллект, на психику. И мы просто уже оказываемся в этой мере в ситуации глобальных воздействий, с которыми мы ничего не можем противопоставить, а только лишь добровольно с этим согласиться. Ну или, зная, как, собственно, эти влияния действуют, можем вызвать те из них, которые нам нужны, уклониться от тех влияний, которые мы хотим избежать. Как я уже сказал, плод планеты в земном мире... Речь идет, конечно, о планетах, видимых невооруженным взглядом. Прежде это такая семерка планет Септенера. Впоследствии, конечно, были добавлены Уран, Нептун и Плутон в XX веке, а до этого два светила Луна и Солнца, Меркурий и Неромарс, Сатурн и Юпит. То, что можно видеть на небе без всяких телескопов. Вот такая ситуация сохранилась в течение тысячи лет. И каждая такая планета имеет свои, скажем так, филиалы в мире микрокосма, металлов. Допустим, Луна ассоциируется с серебром, Солнце ассоциируется с золотом, с растениями, с животными, с органами тела и так далее, и так далее. Астрология стала такой своеобразной матрицей для развития мистико-зиатерических движений в принципе. стала ассоциироваться и с медициной, и с металлургией, и с химией. В общем, практически с любой деятельностью человека. Астрология, ну здесь дается такое определение, что это способом представляет астрология. Дисциплина, изучающая воздействие небесных тел на небезназемные события. Такая краткая форма. Но в этой связи, конечно, следует сразу подчеркнуть отличие астрологии от астрономии, при том, что этимология двух этих слов практически тождественна друг другу. Но астрономия, она не изучает в таком виде, скажем так, воздействие небесных тел на земные события, она просто изучает взаимодействие небесных тел и не считает, что на этом основании он взял какие-то предсказания характера человека и так далее. Но когда-то, в общем-то, астрономия и астрология были одним и тем же. В течение многих и многих столетий одни и те же люди занимались и тем, и другим. Собственно, их размежевание происходит сравнительно поздно в историческом ракурсе, где-то лет 500-600 тому назад. А все это время это было не разделено. В нескольких местах мира астрология появляется более-менее независимая друг от друга. Допустим, в Китае там своя астрология. Но то, о чем пойдет вещь у нас, и там известная вообще астрология всех, это, конечно, астрология месопотамская. Здесь вот на карте показана эта территория, находящаяся между речью, месопотами, между речью двух рек, Тигра и Ефрата, там, где сейчас располагается Ирах. И на этой территории еще с 3-го тысячелетия до Новой Иры, при Шумерах, уже были какие-то наблюдения за ним. Там ученые делят развитие месопотамской астрологии примерно на 5 периодов друг из друга вытекающих. Но начиналось все, в общем-то, с астролатрии. Астролатрия – это такая древнейшая, можно даже сказать, не астрология, а протоастрология, поскольку здесь еще нет предсказаний каких-то или других подобных вещей. это поклонение звездам. Уже было представление о том, что планеты – это живые существа, какие-то могущественные боги, которым необходимо приносить жертвы, потому что они могут как-то воздействовать на события. Как именно воздействовать, еще никто не знал. В общем, поклонение, конечно, не только звездам, в этом астролатрии находилось просто в контексте других видов культов, в древнем шуме. Но уже тогда, в общем-то, была выработана позиция относительно разного характера планет. Допустим, Сатурн и Марс оказываются злыми планетами, Венера и Юпитер – добрыми планетами, Меркурий – какой-то такой нейтральной планетой. Почему это произошло, почему так вот, собственно, одних сочли благими, а другими – нет, непонятно. Возможно, цвет планеты повыльял. Вглядываясь, допустим, на планету со зловещим красным цветом, которая получила впоследствии название Марс, возможно, у людей срабатывала ассоциация с пролитием крови, с чем-то агрессивным, поэтому Марс становится ассоциирован с войной, с какой-то страстью. А Юпитер – Венера источает такой мягкий, какой-то тёплый, вроде бы, свет. Значит, они могут соответствовать чему-то хорошему, полезному в жизни человека. Ну, это только такое, то, что на первый взгляд объяснение берётся, что-то на самом деле было у них в сознании неизвестно. Ну, вот из этих наблюдений за небом впоследствии стали развиваться, вот эти наблюдения становятся более систематическими, особенно, конечно, наблюдения за Луной, за фазами Луны. И уже во втором тысячелетии Луна была очень хорошо изучена, как она там развивается, как она сходит и заходит. И систематический текст астрологический уже со второго тысячелетия до новой эры начали составляться. И это была, во-первых, астрология предзнаменованием, то есть необходимо было на основании движения вот этой самой быстрой планеты посмотреть, как будет она влиять, скажем так, на события и связать то, что происходит в нашем мире с этим, с деятельностью Луны. А также различные затмения тоже интересовали и тогдашнюю астрологию. И в целом интерес к глобальным событиям. Тогдашняя астрология была бунтанной, то есть мировой астрологией. Ее не интересовали отдельные индивиды, гороскопов тогда не существовало, и если интересовали какие-то отдельные люди, то это были только на уровне царей, которые интересовали, опять-таки, не в силу личности этих царей, а в силу их должности. То есть это глава государства, от этого главы зависит то, как ведется все государство и как относится к этому государству Боги. Поэтому различного рода урожая, не урожая, какие-то природные катаклизмы, какие-то мощные эпидемии, чума там, холера, нападения врагов и другие подобные вещи, вот они были чрезвычайно важны для тогдашних астрологов, поэтому большое внимание не обращали на какие-то зловещие признаменования, потому что они наносили разрушительный хор. Вот, тянулись века, наблюдения уточнялись, фиксировались, появлялось все больше и больше клинописных табличек, описывающих эти наблюдения. Наконец, в начале VII века появляется первый зодиак, то есть некий круг на Неве символический, через который проходит светило в своем движении по Неве планеты, и в начале в этом зодиаке было 18 созвездий, это было еще в начале VII века данного эры, просто немножко созвездия по-другому тогда воспринимались, вот Месопотамия 12 получается позже, затем через буквально 100 лет эти 18 превратились в 36, это был еще 36-зодиак, и потом уже где-то с V века и позже уже появляются 12 знаков зодиака, характерных для настоящего времени. Причем еще, поскольку тогда астрономия астрологии совпадала, то зодиакальные созвездия совпадали со знаками зодиака, впоследствии это стало расходиться в силу некоторых причин, о которых я скажу, но тогда это было еще одним и тем же. Ну и, соответственно, появляется первый гороскоп примерно в начале V века данного эры, еще до того, как появляется эпоха эллинизма. Очень масштабный период исторический, которым мы можем говорить о взрыве, настоящем взрыве, расцвете мистико-эзотерических движений. Вот примерно с этого периода, где-то 7-го, 6-го, 5-го века, месопотамская астрология в силу своей большой развитости начинает активно влиять на сопредельные страны. Египетская астрология получает заметный импульс от месопотамии. Греческая астрология, которая до знакомства с фавелоньянами, в общем-то, ничего особо не представляла. Через Грецию это пошло в Рим, и, кроме того, поскольку месопотамия контактирует с Ираном, Майран с Индией, то индийская астрология тоже очень во многом заимствует положение вот этой месопотамской астрологии. Единственная территория, до которого месопотамия не добралась, это Китай и, соответственно, Дальневосточный регион. Но впоследствии все равно китайцы об этом тоже узнали. Астрологи были людьми очень уважаемыми, очень почитаемыми, и существовала должность предворного астролога, человека, от которого зависело фактически решение тех или иных политических вопросов. Представьте ситуацию, при которой царь решает, объявить войну с соседним государством или нет. От этого зависит судьба всей страны. Поэтому он ставит это со строгом, который должен составить гороскоп или так или иначе посмотреть на небо, чтобы определить, согласны ли Боги с этим решением или нет, или, может быть, не стоит, может быть, повременить. И поэтому на астрологах лежала очень большая ответственность. Очень большая ответственность. Но поскольку дело идет все-таки в контексте политики, астрологические занятия, то, понятно, иногда там можно было как-то схитрить, кому-то была охота терять такую хлебную должность, сказать, что Боги довольны, Боги хотят, и, в общем, сыграть на руку желанием самого же монарха. Это было достаточно часто. Но то, что месопатламские цари, сирийские, вавилонские, шумерские, не шумерские пока нет, то, что они прислушивались к мнению астрологов, это действительно... Ну, здесь просто небольшая зарисовка относительно того, что 18 знаков зодиака, видите, они где-то совпадают с известными нам знаками, где-то не совпадают. Ну, по-другому просто тогда членился этот зодиакальный круг. Большое, скажем так, событие в истории астрологии случилось примерно в 280-м году до Новоэфер. Это уже была эпоха эллинизма, которая характеризовалась соединением западных, то есть греческих, идеалов, ценностей и разных представлений с восточными, иранскими, индийскими, египетскими, месопотамскими. И здесь месопотамская астрология чувствовала себя, как рыба говорит просто. Месопотамский жрец Дерус на острове Коса организовал первую астрологическую школу, и с тех пор астрологические знания широким потоком хлынули в западный мир. Собственно, они и получают свое такое обоснование, и те термины, которые мы пользуемся сейчас, включая слово гороскоп, астрология, как раз в этот период. Появляются другие, скажем так, подразделения астрологии, помимо мультанной, мировой астрологии, здесь также и появляется хвораж, от слова хорос, час, на конкретный час будущего. То есть, что нас ждет, допустим, 5 июля такого-то года. Вот, соответственно, можно составить гороскоп на это время. Генитриальная личностная астрология. То есть, изучение характера личности и его судьбы, различных ситуаций с ним связанных. Складывается постепенно технический, скажем так, язык описания астрономических произведений. Само слово зодиак, гороскоп, чуть позже аспект, это вообще все понятие эллинистического мира. Слово зодиак, греческое слово, происходит от слова зоон или зоидион, животных, живое существо, что лишний раз показывает тот факт, что все эти небесные тела, небесные планеты, светины, древний человек воспринимал как что-то живое, живое. Понятие гороскоп, физическая ора, срок часа, скопос, стражный соблюдатый, то есть стражный часа. По латинскому языке это получает название радикс, менее известное, корень. Фактически гороскоп представляет собой своеобразную такую фотографию, которая фиксирует положение небесных тел на тот или иной момент времени. Чаще всего гороскоп связывается с рождением, чего бы и кого-то ни было, человека, какого-то живого существа, города, страны. Можно ставить гороскоп даже на целую страну. И вот каждый раз эта фотография оказывается уникальной, поскольку она фиксирует для данного субъекта какую-то конкретную схему. Планеты на небе располагаются таким образом, что вступают в машину друг с другом. Это называется аспект, латинское аспекта или смотреть, то есть они смотрят друг на друга. Ну, подобно тому, как мы люди друг на друга поглядываем, и мы поглядим косо, мы поглядим как вздружелюбие, точно так же планеты себя ведут. Если они будут смотреть друг на друга в лоб, прямо, как это называется, оппозиция 180 градусов, это самый плохой аспект. Точно так же половина оппозиции с 90 градусов тоже плохой аспект. А если так вот 120 градусов или 60, это вроде как хорошее аспект считается. Опять же, почему именно так? Ну, здесь сложно сказать, тоже какие-то субъективные причины. На фоне развития астрологических представлений складываются уже такая своеобразная философия астрологии, которая обрабатывается в различных греческих системах мысли. Появляются ученые люди, которые известны нам по сей день. Вот тот же Клавдий Птолемей, один из великих астрономов, он же был и великим астрологом. Жил он во II веке и составил трактат тетрабиблос или четверокнижа. Такое компактое, сжатое описание разных астрологических представлений на тот момент времени. Он, в частности, говорит о том, каким образом осуществляется влияние вот этих небесных тел и какие есть виды влияний. Потому что для астрологии это очень существенно. Из предвечного эфира исходят какие-то флюиды, пишет он, которые превращаются в огонь и воздух. Эти вот огненные воздушные массы через планетные какие-то генераторы, что ли, начинают влиять на Землю. Так осуществляется собственное влияние. Причем влияния, которые идут сверху вниз, они разные. Есть влияние неодолимое, есть влияние, которое можно избежать. Допустим, мы не можем избежать влияния, которое приводит нас к смерти. То есть рано и поздно мы умирали. В этом тоже, в общем-то, есть воля небес, воля таких планет. Как бы мы этого не хотели. Но есть влияние не столь значительное, которое мы можем избежать, если будем знать, когда эти влияния начинают действовать и как им нужно это впротиво действовать. Допустим, если астролог знает, что вот в такой-то период времени будет очень сильный дождь, или там какое-то наводнение пойдет, или там землетрясение, связанное там с, допустим, с Марсом, тогда он не поедет в тот регион, переждет дома там, или на худой конец захватит зонтик, чтобы там ее не сможет. В общем, он подстилит соломыми словами, смягчит, облегчит вот эти негативные влияния, и, наоборот, может усилить те влияния, которые он считает важными. В Толемей, как и многие люди того времени, разделяли стоические представления, то есть умение стойко переносить удары судьбы, и такое знание, которое они получали, изучая звезды, знание будущего, а люди всегда хотели знать будущее, в общем-то, давали им такое сообразное душевное успокаивание. Предвидение успокаивает, писал он, приучает душу к мысли об отдаленных событиях, и та спокойно и уверенно примет все, что не происходит. Вопрос, конечно, спорный. Я иногда своим студентам задаю такой вопрос, готовы ли вы знать, что с вами случится в будущем? Примерно с 50 на 50 разделяются мнения, многие боятся знать этого, потому что это знание может довольно сильно изменить их жизнь. Допустим, он любит там петь, веселиться и гулять, ему скажут, что у тебя через год рак мозга и все, и ты уйдешь отсюда из этого мира. Это катастрофическое знание, у него может просто там все названиться. С другой стороны, те люди, которые хотят, может быть, правильно организовать свою жизнь, использовать ее в настоящем, скажем так, смысле, развить весь свой потенциал. Тогда они не будут тратить время, и если они будут знать, что они проживут еще года 3-4, используют это исключительно, так как нужны, не разменяясь тем малышам. Вот, собственно, автолемий, он относился, видимо, ко вторым людям, которые не боялись знать о том, когда они будут, среди прочего. Ну, астрологи, как я уже сказал, становятся такой своеобразной матрицей, моделью для формирования каких-то классификаций, если возможно. И, в частности, Птелемий в своем хитробиблосе описывает взаимосвязи между разными планетами и конкретными регионами. Надо сказать, что здесь сколько астрологов было, столько разных мнений. Это более-менее такая распространенная схема соответствия, но она не единственная. Такой знак Зодиака, как Овин, там, связан, допустим, с Британией, с Галлией, с Германией, с Иудеей, с Терец, Парфий, Персий, грязницы с Арминией, козерог с Индией и так далее. Здесь, почему он так все это связывает, не поясняет какие-то свои символические, аркультные соображения имеются. Описывает, какие планеты бывают, классификацию планет, есть мужские планеты, женские, и дневные планеты, и ночные планеты и так далее. Кроме того, знаки Зодиака тоже как-то классифицируют. Развивается также и астромедицина, имеющая совершенно наглядный и конкретный способ применения. Была такая вот диада авторов Нехепса и Петасирис. Это безымянные персонажи, которые… Нам не известны, какие были настоящие имена, но они взяли в качестве псевдонимов имя египетского фараона и египетского жреца. Нехепса – это фараон, Петасирид, жрец. И вот на пару они составили много разных трактатов и весьма сильно повлияли на развитие астрологии последующих веков. В частности, здесь представлена медицинская астрология, которая соотносит разные части человеческого тела с теми или иными планетами или знаками Зодиака. Овен, допустим, наверху барашек, связан с головой, телец связан с шеей, близнецы связаны с руками, рак связан с желудком и так далее. А рыба связана со ступнями ног. Это не отмеченное какое-то умство для врачей тогдашнего времени, которые считали необходимым находить какие-то аналогии, гомологии различных существ и веществ. Если мы знаем, допустим, что у человека заболела голова, нам надо искать причину где-то там во влиянии Марса, влияние Овна, соответственно, лечить его в те дни и часы, которые находятся под управлением Марса, лечить теми лекарствами, которые связаны с Марсом и с Овном, такая сообразная гомеопатия. Ну, в общем-то, как ни странно, действовало. Тут во многом, конечно, еще и вера играла роль, потому что сами же пациенты знали, скажем так, какие пострадали у них знаки зодиака в теле. Поэтому этот плацебо тут, конечно, присутствовал. Из древней Греции астрология перекачала в Древний Рим, который становится настоящим центром ретнистической цивилизации. И эта дисциплина в древнее время становится настолько популярной, что занимаются ею на всех уровнях. То есть это уже не просто какая-то элитарная наука, которой заняты интеллектуалы, но даже совершенно простые люди часто обращались к астрологам, чтобы заказать гороскоп для себя или для любимой собаки. То, что это имело немалое значение, показывается, например, тем фактом, что император Цезарь Август велел выбить свой гороскоп на Римских воротах, потому что астрологи вычитали в этом гороскопе какие-то связи о том, что он станет императором. То есть как будто бы некий документ, сертификат, подтверждающий его право на обладание властью. Астрологи, соответственно, так же, как это было в Месопотамии, используются часто в политике. Цари обращаются к астрологам с тем, чтобы те обосновали, подтвердили их какие-то притязания, их экспансию. Ну, а те, соответственно, старались на эту тему. Конечно же, было много шарлатанства. Там, где большая популярность, там много и, собственно, искажений. Поэтому некоторые монархи, римские, выдвигали разные возражения против астрологов, выгоняли их из города. Те уходили на какое-то время, но потом снова возвращались, потому что спрос был чрезвычайно большой. Иногда вот были такие довольно забавные случаи. Допустим, Септимий Север, второй век, это римский император династии Северов, он взял себе в жену Юлию Довну, женщину из аристократического рода, потому что узнал, что в его гороскопе есть сведения о том, что он выйдет замуж за императором. Он еще к тому времени не был императором, подсуетился заранее и нашел подходящую пару. Ну, это, может быть, такой анекдот, но такой довольно показательный, что даже правящие верхи использовали такие сведения в своих интересах. Астрология активно поддерживает с разными эллинистическими системами мысли, стоицизм, вот о чем я уже говорил, Марк Антоний, Поседоний, Цицерон, Марк Аврелий, и вот все они, собственно, были стойками, и для них астрология учила стойко переносить удары судьбы. Как писал Цицерон, послушного судьба ведет, покоряющегося тащит. Так или иначе теперь приходится идти за судьбой, которая выражает свою волю через планеты, поэтому лучше сделать это добровольно, без каких-то нервов и напряжений. Неплатонизм, одна из ведущих систем философии древней мир, тоже, в общем-то, учитывала астрологию в своей практике, в своей магической практике. Был составлен гороскоп Прокола, это такой весьма ладный человек, в моей магической философии. Конечно, не все было так гладко, и сомнения против астрологии выдвигались не только монархами, которые боялись, что астрологи будут как-то манипулировать политикой и смущать умы. Вот уже тогда сомнения в астрологии высказывали некоторые интеллектуалы. Допустим, секс-эмпирик, скептик третьего века новой эры, задавался вопросом, а с какой стати одни планеты являются благоприятными, а другие нет. Этот вопрос, в общем-то, от астрологии так и не могут быть до сих пор. Или вот Цицерон, который в большей степени верил в судьбу, чем верил в звезды, выдвигал аргумент катастрофы. Неужели, говорим, все убитые в битве при камнах, а там десятки тысяч людей погибло одновременно, родились под одной звездой? То есть неужели у каждого в гороскопе есть свидетельство, что они погибнут вот в этом месте, вот в этом день? Еще более серьезный аргумент выдвигал известный отец церкви, Климент Александрийский, начало новой эры, аргумент близнецов. Он тоже, в общем-то, до сих пор немножко напрягает астрологов, потому что близнецы — это люди, которые рождаются с промежутком в несколько минут, 5, 10, 20 максимум. То есть за это время даже самая быстрая планета, Луна, не может пройти слишком большого расстояния. То есть она в день проходит где-то градусов 10-12, это за сутки, а что она пройдет за 5-10 минут? Соответственно, судьбы у близнецов должны быть одинаковыми, потому что они под одним и тем же сочетанием звезд рождаются. Тем не менее мы видим, несмотря на свойство характера, на какую-то эмпатию, которая существует между близнецами, все-таки судьба уже разная. И это астрология не может объяснить. То есть они, конечно, говорят, что даже тут секунда, которую Луна проходит, тоже какое-то влияние оказывает, но это уже немножко отлукаво. Кроме того, есть еще такой астрономический аргумент, который связан с именем гепарха, не самым его выберем, конечно, но его используют. То есть он открыл явление прецессии, астрономическое явление прецессии, связанное с тем, что каждый год с точки весеннего равноденствия сдвигается минут на 20 примерно по прошлой часовой стрелке. И за 72 года она сместится, значит, на 1 градус, примерно. А за 2160 лет примерно сместится вообще другой знак, потому что знак зодиака состоит из 30 градусов. Тем не менее, несмотря на это, астрологи продолжают считать все так, как будто бы ничего не произошло. То есть сейчас те овны, которые были 2000 лет тому назад, это рыбы. Рыбы тогдашние, это водолеи и так далее, и так далее. Но для астрологов, как будто бы ничего не произошло. Поэтому здесь есть как раз разница между астрономией и астрологией. То есть есть зодиакальные созвездия, которые называются овны, рыба, водолеи и так далее. А есть и знаки зодиака, которые представляют собой фиксированные, закрепленные такие сектора по 30 градусов, которые перемещаются по эклиптике, и они с точки зрения астрологов как бы никуда не двигаются вообще. То есть они жестко закреплены. Что с астрономической точки зрения неправильно. Вот. Через некоторое время эллинистический мир потрясло образование одной из самых крупнейших мировой истории традиций христианства. Христианство стало развиваться в Левосточном регионе и, конечно же, сталкивалось с проблемой астрологии. Обобщая вот то, что христиане высказывали в адрес астрологии, можно здесь две позиции заметить. Одна была отрицательная, другая сравнительно положительная, позитивная. В целом это было неоднозначное, конечно, отношение. Возражения состояли в следующем. Три пункта в основном. То есть они двигали астрологию, во-первых, как часть языческой религии. А в язычестве светило, вообще планеты – это божества. Это какие-то мощные живые боги, которые являются, конечно, демонами в глазах христиан. Кроме того, неприятие фатализма, диктата судьбы. Потому что с точки зрения христианства бог выше всего, только он может влиять, а какие-то звезды на души, на судьбы человека оказывают влияние просто не могут. Тесная связь с магией. Действительно, магия, полкинки и так далее, они часто учитывают астрологические показатели для того, чтобы свои манипуляции провести, и позитивные линии, что часто тоже негативные, черная магия включают. Ну и вообще, сама позиция человека, который вместо того, чтобы положиться на уровень Бога, принять то, что с ним происходит смиренно и покорно, хочет улучшить, облегчить свою жизнь, обращается к разным гадателям, астрологам, магам. Это в корне вообще христиан, христианскую церковь и теологов не устраивает. Поэтому астрологию воспринимали в этом ключе как некую дисциплину от дьявола. Если у них бывали какие-то удачные предсказания, как утверждали отцы церкви типа Августина Млаженного, это просто случайное совпадение, потому что демон иногда мог что-то подслушать, где ангелы разговаривают, и все это внушить каким-то астрологам, что на самом деле, конечно, не так. Так или иначе, на церковных соборах астрология, называемая звездочувством, подвергалась анафематствованию, то есть запрету, проклятию. Особенно это происходило в раннем Средневековье, где-то в IV-V-VI веках, когда церковь утверждала активно свою позицию вселенскую. Но, в общем-то, если бы была такая позиция однозначно негативная, то астрология бы в Европе вообще не была известна. Тем не менее это не так. Есть другая точка зрения, которая обеспечивала просачивание астрологии в культуру средних веков европейской традиции. Звезды, во-первых, это знаки промысла. Воля Господня, конечно же, неисповедима, но Он являет нам Свою волю через какие-то предметы, через какие-то ситуации, события, и особенно через движение к планету. Понятно, что сами планеты не могут ни на что влиять, утверждает эта позиция. Но Господь как бы показывает нам, какие могут быть ситуации, вот через некоторое время как бы двигая вот эти кубики на небе, конструивая это. Самый, пожалуй, яркий пример – это Ефремская звезда. Ефремская звезда – это такая настоящая реабилитация астрологии, потому что эта звезда показывает, остановившись на городе Ефрема, что здесь, в этом городе, рождается Бога-человека. Это вообще ключевое событие мировой истории для христиан. Более того, в Евангелии это все описывается, и туда приходят какие-то люди с Востока, неся дары, то есть тем самым склоняясь перед божественным всемогуществом. Это был довольно серьезный аргумент, и поэтому астрология не была под окончательным запретом, хотя бы для того, чтобы понять, как можно вот этот божественный промысел усталковать и передать. Кроме того, это просто красиво. Господь же создал совершенный мир, Он украсил небо, и поэтому зачем отрицать звезды, они так вот красиво располагаются, внушают нам эстетическое чувство, а через это развивают веру в Творца. Вот такие вот два аргумента. Поэтому и астрологией занимались, даже делали гороскопы, в том числе известный астрономик Алан Кеплер, который занимался астрологией, по-моему, не от хорошей жизни. Он говорил, что отношение между астрологией и астрономией это как отношение между доброй, но медной матушкой и ветреной беспутной девкой, которая хорошо зарабатывает там где-нибудь в общении с мужчинами. Вот, то есть матушка она бедная, она не может как бы сама себя прокормить, но пользуется вот услугами своей беспутной девочки, своей дочери. Вот как раз астрология, которая пользовалась такой вот модной популярностью, и является вот этой ветреной девушкой. Поэтому составил эти гороскопы платные, в том числе, например, самый известный он гороскоп, это гороскоп Иисуса Христа, который родился, это тоже такой парадокс, 20 мая 7-го года до Рождества Христова. Христос родился до Рождества Христова. Но этот, на самом деле, факт давно уже в науке известен, что не совсем точно было высчитано когда-то это исчисление христианское, поэтому Христос, скорее всего, родился чуть-чуть пораньше. Но Кеплер утверждает, что это произошло в 7-м году. Почему? Потому что в этом году происходит великое соединение Юпитера и Сатурна. Это происходит раз в 200 лет. Это медленные планеты, которые очень неспешно шествуют по небу, обращаясь вокруг Солнца, а уж в рыбах соединяются ни разу в 200 лет. Кроме того, туда еще спешил соединение Марс, что усугубляет ситуацию. Тут сразу куча символов, потому что рыбы – это символ христианства, так известно. Марс – это возможная агрессия со стороны царя Ирода против рождавшегося младенца Иисуса. И вот как раз это соединение учитывает все эти компоненты. Звучит это, конечно, красиво, но насколько это все, так сказать, аутентично – это большой вопрос. Поэтому христианство принимает астрологию, пусть в ограниченном, усеченном режиме, но принимает. И, кроме этого, еще надо добавить такой момент. Вспышка интереса к астрологии проходит уже где-то со второго тысячелетия новой веры, когда уже средневековье окончательно расцветает. К этому времени темные невежественные европейцы получают значительный импульс духовного, культурного, научного развития со стороны более просвещенных арабских учетов. К тому времени, сейчас это сложно себе представить, но тогда, вот тысячу лет назад, арабы на две на три головы превосходили по своему интеллектуальному уровню европейцев, всех этих предков – французов, англичан, современных немцев. В свою очередь, почему это произошло? Потому что арабы очень бережно и очень точно сохранили греческое наследие, это эрионистическое наследие. Сохранили, приумножили, обогатили и передали в Европу. Арабские университеты в Испании, на Сицилии пользовались очень большим успехом. И, соответственно, арабы были очень хорошими астрологами, что с учетом арабской веры в судьбу, арабского фатализма было весьма на руку. И многие последующие европейские астрологи, они с интересом изучали арабские трактаты, некоторые ездили к ним вообще на лекции слушать, как будущий папа Сильвестр II, например, не стеснялся просто отправиться в Кордову и слушать там арабских ученых. И другие папы-покровители тоже, папы-покровители астрологии были известны в истории. Так что где-то с начала II тысячелетия Европа накрывает очередная мода интереса к астрологии. Это касается всех фактически уровней жизни, всех сторон, всех видов культуры. В частности, в различных университетах, включая в Парижский, например, университет, открываются кафедры астрологии, где читаются соответствующие лекции. Астрологи снова начинают иметь влияние предвара, например, в предваре Фредди-Барбарусы. Составляются различные таблицы, различные гороскопы. В общем, будут развиваться. Более того, поскольку это важная дисциплина летао времени, необходимо было как-то христианизировать астрологию. Все-таки, как и в Грузии, это языческая наука, а у нас тут кругом христианство, поэтому надо было как-то в новом фракурсе это все представить. Поэтому 12 знаков Зоизиака были представлены как 12 апостолов, например. Суть, в общем-то, не линяется, но форма чуть-чуть оказывается приемлемой для христианства. И пик развития астрологии, наверное, приходится на 16-17 века, в том числе благодаря деятельности такого незаурядного человека, врача Мишеля де Нотр-Дамо, который лучше известен как Ностре-Дамус, живший в первой половине 16 века. Он закончил в то время крупнейшее медицинское высшее заведение, медицинское школу в Монт-Пелье, прославился своими действиями во время чумы, которая накрыла юг Франции где-то в 30-е годы, и, не боясь ничего, вообще работал с прокаженными, работал с людьми, которые заболели этой болезнью, и даже до конца его жизни премию какую-то, точнее пенсию выделяли и платили активно. На каком-то этапе он, однако, увлекся астрологией и стал выпускать, как это было в Монде в то время, астрологические предсказания на каждый год. Астрологические календарии, ну, собственно, они и сейчас у нас есть, да, если зайти в Дом книги, выведя, там, гороскоп отпал в луг, там, отзарариваем, что-то, как-то, как-то, разный там, целый год дарился. Это довольно старая практика. Но потом его принесло куда-то в другую область, и он стал, ну, то есть быть просто предсказателем конкретного года, оказалось ему тесно, и он стал писать, так называемые, Катрены, которые, в общем-то, и прославили его имя. Темные, двусмысленные, четверостишие, которые можно толковать, то так, то это, которое, будущее мира до конца света, которое он точно высчитал, наступит в конце 38-го века. Так что нам еще жить и жить у него еще долго. Эти Катрены были собраны в книгу под названием «Центурия» или «Столетия», всего лишь получилось 914, и эти Катрены по сей день издают и переиздают, пугая просвещенное сообщество разными, точнее, страшуками, на которой он, конечно, был мастер. Слава к Мишеле де Нотердаму пришла после того, как он предсказал смерть Генриха II в 1559 году. Здесь тоже есть некоторая темная, скажем так, история. Вроде как он воинствовал какое-то другое предсказание некого итальянского малоизвестного астролога. Но так или иначе, факт есть факт, он выдвинул некое предположение о том, что Генрих II скончается, действительно, в 1559 году. «Молотой лев одолеет старого на пуле, битой в одиничной дуэли, он выкроет ему глаза в золотой клетке, два флота, одно, а потом умрет жестокой смерть». Такой типичный нострадамовский Катрен. Без всяких имен, без всяких каких-то точных зацепок, которые можно применить вообще к чему угодно. Но в этом году, как только он выпустил свой Катрен, император Генрих II, которому, кстати, и посвятил свои центурии, он решил тряхнуть старину и отправился на рыцарь скитуриев. Его отговаривали от этого, потому что возраст не тот, болезни, но он решил, нет, я царь, я должен. Ну и какой-то там молодой герцог, висясь на коне на всем скаку, ударил его копьем прямо в глаз, прямо в шлем, золотая клетка – это, видимо, описание такого драгоценного шлема его, и тот скончался через некоторое время. Молодой лев одолеет старого. После этого к Мастрадамусу зачастили высокопоставленные особы из Парижа, разные монархи, Екатерина Медича и другие там еще деятели, пытались узнать у него, что с ним будет в будущем. Собственно, так он и до конца своими дни этим занимался, писал свои контрены, которые и по сей день пользуются большой популярностью. Вот, пожалуй, один из наиболее впечатляющих – это предсказание смерти Людовика XVI французского короля, это уже эпоха французской революции XVIII века. То есть прошло больше 200 лет после смерти Нострадамуса. Выглядит это так. «У супруга единственного печального надену Дмитру возвращение. Конфект произойдет на черепице с пятью сотнями. Один предатель будет титуловым. Нарбон. И соус имеем масло за нашим». Вот, когда вышел тот контрен, конечно, никто ничего не понял, какие-то имена, хотя, конечно, и тогда пытались это трактовать. А потом, когда был казнен Людовик XVI, вот все вот это как-то и всплыл. Тюиль – это Тюиль – дворец. Пять сотен, пятьсот марсельцев, которые штурмовали Тюиль. Нарбон – военный министр Людовика XVI. И даже соус тут всплывает с маслом своим. Бокалейщик, который пытался укрыть короля дневой толпы, но у него это сильно долго не вышло. Ну, я в данном случае не буду точно утверждать, что это именно точное предсказание, которое с абсолютной уверенностью предсказало то, что было. Но совпадение достаточно любопытное, да, как-то весьма. И вот как сам Истрадамус описывает то, что с ним происходило. С вами методика предсказательной работы. «Мои ночные пророческие расчеты построены в натуральном инстинкте в сопровождении поэтического иступления. Большинство из них согласованы с астрономическими вычислениями. Хотя мои расчеты могут не оказаться правильными для всех народов, они, однако, определены небесными движениями в сочетании с вдохновением, и наследованы мной от моих предков, которые находят на меня в определенные часы». То есть Истрадамус даже был не столько астрологом, сколько пророком, который мог впадать в особое состояние сознания, и ему там виделись какие-то катаклизмы, какие-то очень драматические события в будущем. Приедем, предсказал даже собственную смерть в своей комнате, упадет между кроватью. Так оно, в общем-то, и произошло. В том же веке уже начинается постепенно ослабление, в 16 веке ослабление интереса к астрологии, потому что сам образ науки меняется, появляется механистическое мировоззрение на основе философии Декарта, появляется труд Коперника о вращении небесных сфер в 1543 году, который подрывает биоцентрическую систему, основу астрологии. То есть теперь уже сам Коперник был, кстати говоря, эзотериком, все это ведет в культ Солнца. Поэтому, наверное, и под этим углом я рассматривал свою работу. Тем не менее, хотя он в астрологии ничего плохого не испытывал, кстати говоря, он работал в Краковском университете, который в то время был центром вообще астрологического знания. Тем не менее, объективно он способствовал тому, что новые знания, объективные знания как-то стали разочаровывать людей, верящих в астрологию. Ну и кроме того, наложились на это еще и битвы между протестантами, и католиками. Очень была кровопролитная, жестокая война, так называемая 30-летняя война в 17 веке. Очень много людей погибло, и вот стремясь исправить ситуацию, которую католики допустили, они же допустили рост протестантизма, они усиливают борьбу против протестантов. Они собирают соборы, выпускают разные трактаты, создаются орден иезуитов, который во многом был направлен на борьбу с протестантизмом. И под этим словом рассматривается также и борьба с тем, что интересует протестантов. А протестантов астрология интересовала. Сподвижник Лютера и Анахтон читал лица и по астрологии. Католики, соответственно, критикуя протестантов, стали критиковать астрологию как сатанинское учение, потому что сами протестанты сатанисты. Это тоже вызвало, конечно, ослабление интереса к астрологии уже с такой теологической точки зрения. Поэтому наука с одной стороны, теология с другой стороны, начали давить на астрологию и в итоге она уходит в подполье, можно сказать. Не то, что ее сильно преследуют, просто она уже перестает кого-либо устраивать людей. Это происходит далеко не сразу. Кафедры закрывались медленно по мере ослабления интереса. В 1817 году еще читались лекции по астрологии, правда, это была уже последняя лекция. И наступает, собственно, такой период, скажем так, ослабления астрологии, когда она перестает быть передовой путьной наукой и становится просто частью эзотерической культуры. Теперь же ученым зазорным оказывается заниматься астрологией, с риском для репутации, для имиджа они могли это только делать. А астрология, как знание более низового характера, перекочевывает куда-то к людям попроще, в эзотерическую культуру. Это продолжается несколько десятилетий, пока вот на арену не выходит Алла Лео, теосов, эзотерик, отец современной астрологии из Англии, который даже создает астрологическую ложу теософского общества, пытаясь связать астрологию с теософским учением Елены Петровны Блаванской. В общем-то, он и вызывает еще одну волну интереса к астрологии с конца 19-го века, с конца 19-го века, которая продолжается и по сей день. Новым явлением для астрологии оказывается не столько даже массовизация, сколько вот такое довольно масштабное формирование населения различных астрологических аспектов. Например, в 30-е годы впервые появляются гороскопы в газетах. Сначала в западных, конечно, потом после перестройки у нас в стране. Хотя, по большому счету, конечно, это не гороскопы, это космограммы, но для простого народа это сойдет, ничего страшного. И возникают и развиваются многочисленные астрологические школы, астрологические традиции. Например, Гамбургская астрологическая школа. Развивается астрология психологии, отдельное направление астрологии. Все больше и больше каких-то лаками астрологических, скажем так, представлений интегрируется в довольно сложный какой-то букет астрологических доктрин. Туда и ведическая астрология идет, и астрийская астрология, астрология идейцев майя и так далее. То есть это такая очень масштабная какая-то коллекция всего и вся. Астрология очень сильно усложняется. Она продолжает бытовать и по сей день, ведя такую жизнь научного знания. Устраивают какие-то мероприятия, конгрессы, издаются научные журналы, трактаты всевозможные. Но при этом у астрологии, несмотря на достаточно активную деятельность современную, все-таки существует проблема с идентичностью и проблема контактов с официальными науками. Их по-прежнему не признают, к сожалению, астрологов. Даже появляются периодически публичные письма большого количества ученых, которые обращаются к сообществу, просто к людям с тем, чтобы они не занимались ерундой, не ходили к астрологам, потому что это все абсолютно ни на чем не основано. Астрологи – это лжецы и мошенники и так далее. Кроме того, всевозможные доводы и примеры. Заслали двенадцати ведущим астрологам Америки гороскоп серийной убийцы, не пояснили, кто это такой, просто проверьте в познании. Типа определите, кто это. Ну, где-то там шесть-семь разных портретов разных было представлено, и какой-то это гений там был, и там величайший музыкант, и что такое дело. Что он маньяк-убийца, никто не определил. Ну, вообще говоря, действительно, если там астрологу не скажешь заранее, там хотя бы пол или там вид живого существа, просто гороскоп, там ничего же непонятного. Человек – это мужчина или женщина, человек или пёсик какой-нибудь, человек или какая-нибудь страна или город. По самому гороскопу это не видно. Нужен дополнительный свет. Поэтому по-прежнему такой вот непонятный статус у астрологии существует, и наука её игнорирует. Тем не менее, всё-таки наука имеется в виду такая естественная наука, точная наука. Но к астрологии присматривается, допустим, психология. Достаточно вспомнить Карла Густова Юнга, который астрологию нежно любил, написал целый трактал «Психология – астрология». Астрология вообще в гуманитарной сфере активно представлена действительно, потому что это часть культуры, это часть истории нашей. Это очень сильно поверяло вообще на понимание того, что такое Игорь. Кроме того, астрология, она близкая искусству в чём-то. В ней есть определённая эстетика, какая-то даже красота. По крайней мере, так считается в некоторых кругах. Вот примерно то, что я хотел сказать по поводу истории. Теперь буквально чуть-чуть по поводу самой концепции, символики астрологии. Астрология за долгие века своего существования выработала определённый технический инструментарий, свою символику. Здесь представлены символы этих планет. Кстати говоря, это не только астрология, это астрология тоже использует. Так что это общий багажник, скажем так. При этом каждая планета, которая входит в состав вот этого астрологического помпеона, наделена определённой, имеет свою природу. Самая важная, конечно, планета светила, это Солнце, обозначающее творческий сил, волю, жизнеспособность. Луна ориентирована на какие-то глубины подсознания, изменчивость и так далее. Вот такая, скажем так, концепция планет, их природы, сложилась достаточно давно, ещё в эллинистическую эпоху. Ну, впоследствии, когда стали открываться новые планеты, тоже, кстати говоря, интересный такой момент, потому что в долгое время считалось, что планет всего семьи, и как бы на этом астрологии и находился. А потом открыли в 18 веке Уран, в 19-м Нептун, в 20-м Плутон. Плутон, правда, закрыли потом, ну, по крайней мере, какое-то время действует. Вот. И, ну, пришлось другим планетам как-то протестниться, да. То есть, какие-то из этих новых планет стали завербовать соответствующими знаками Зодиака, вот, и у них тоже называлась какая-то природа, которая тоже влияет на события, на характер человека. Плутон, допустим, это такая взрывная яростная планета, она ассоциировалась со Скорпионом. Вот. До появления Плутона этим занимался Марс. Мы решили, что Плутон все-таки будет точнее. То есть, астрология — это наука, так сказать, очень пластичная. Она очень легко просто берет появляющиеся новые сведения, включает свой, как, свой доктрины, и не чувствует никаких противоречий. То, что, допустим, связано с Нептуном, это вот раньше этим занималась не мама. Просто она немножко поделилась своим, так сказать, багажом, и Нептун этим всем стал завербовать. Вот. Звезда магов — тоже такое любопытное понятие астрологии, которая показывает процесс передачи влияния планет изо дня в день, из часа на час. Допустим, первый день недели считается — это воскресенье, связанное с Солнцем. Следующий день — это понедельник, вот понедельник, потом вторник, среда, четверг, пятницу, суббота, и здесь, соответственно, рисуется такая вот синеконечная звезда септемера с соответствующим влиянием. Кроме того, эта схема позволяет понять, какие часы, собственно говоря, какими часами управляет планета. То есть первый час на восходе управляется той планетой, которая укладывает текущим днем. Она управляет ровно один час, потом, значит, меняет другая планета, третья, четвертая и так далее. Вот, например, как это выглядит в случае с нашей лекцией. Управитель сегодняшнего дня — это Солнце, потому что воскресенье — это день Солнца. Вообще воскресенье — это прекрасный день, это радость, счастье, успех, слава. Не смотрите за окно, это не важно, главное — это счастье и успех. Управитель час, ну, у нас тут несколько управителей, на самом деле, потому что время идет, сейчас у нас уже даже нет пули, закончилась луна, началась, но тем не менее. Мы начали как раз тогда Венера было в ходу. Это хорошее время любых встреч, особенно любых, развлечений, вечеринки, посещения театра. В этот период усиливается понимание между людьми. Вы, может быть, могли бы это почувствовать. Затем мы Меркурий сменяет Венеру, и вот как раз самое лучшее время для лекции, то есть час интеллектуальной деятельности активно. Преподавание, исследование, дачу экзаменов, передача информации. Вот как будто бы вы знали, что надо, наверное, передавать. Поэтому мы строили четыре часа. Астрология, кроме того, связана с другими окутными дисциплинами, в частности, с хирологией и хиромантией. То есть у каждого из нас есть неповторимый рисунок на коже наших рук, и давно уже астрологи в компании с хиромантами распределили различные участки ладони по каким-то знакам зодиака. Знаки зодиака здесь представлены на пальцах преимущественно, а на ладошке разные планеты. Ну, знак, в котором находилось Солнце в момент рождения, называется солнечный знак. Здесь надо пояснить, что, когда мы, представляя друг другу, говорим, типа «я козерог, а я телец», это большая условность. Потому что планеты как минимум все, и далеко не все они находятся в солнечном знаке, то есть в знаке Солнца. Поэтому может быть так, что «по Солнцу я козерог», допустим, «по Марсу я телец», «по Винере я дева» и так далее. Но поскольку Солнце самый сильный, самое сильное светило, то оно и оказывает на все остальное влияние. Важнейший показатель для гороскопа – это Солнце, Луна и освет, восходящий знак во время рождения. Именно фон находится на горизонте. Знак, который за диагноз соотносится с соответствующей стихией, длится примерно месяц. Есть определенный правитель. То есть астрология достаточно усложняет эту концепцию. Для каждого знака есть свой правитель. Есть планета, которая находится в экзальтации в этом знаке, которая изгоняется из этого знака или падает. То есть она чувствует свою большую слабость. Управитель и изгнание – это одна пара тортоположных понятий, экзальтация и падение – другая. Здесь вот видите, вот в этом столбце, в четвертом, добавление этих планет из самых медленных и больших. То есть Марс – Плутон, Сатурн – Уран и Уран – Сатурн. То есть раньше их нет. Существуют различные классификации знаков зодиака, стихий. Стихия делится на тригоны, в частности. Огненная стихия – сюда входит овен, лес, телец, землю, козерог. Есть воздушные, соответственно, знаки и водные. Это означает, что нахождение, ну, природа вот этих вот знаков по своей стихии, она как бы обобщает все три этих знака, накладывает отпечаток. Кроме того, есть, ну, то есть водные немножко такие изменчивые, какие-то мистичные. Воздушные они склонны к чему-то, к легкому, такому быстрому принятию решений, коммуникабельности, гармоничности. Огненные стремятся к каким-то, к чему-то, такие очень стремлённые, решительные. А земляные знаки, наоборот, стремятся к какой-то стабилизации и фиксации. Вот это всё очень условно, конечно, до примитивности, но тем не менее, вот так это обычно считается. Кроме того, есть ещё деление на квадранты. Вот кардинальный, постоянный, подвижный квадрант. То есть в каждой такой квадрант включается четыре знака зодиака, которые, соответственно, тоже как-то вот имеют общую тревогу. Главный, фиксированный, ну, надо или подвижный квадрант. У каждого знака зодиака точно так же, как у планет, есть свои характерные черты. Вот здесь вот вы видите, может быть, сравнив со своими знаками, насколько это всё совпадает или не совпадает. На эти знаки зодиака оказывает, конечно, влияние знак управителя. Допустим, Марс влияет на Хобин, Солнце на Льва, Луна на Рак и так далее. Показывана также совместимость разных знаков друг друга. Это уже вопрос у астрологии и астрологии в браке. Тоже отдельная тема, довольно любопытная, насколько люди, находящиеся в разных знаках зодиака, наверное, могут и готовы друг другу соответствовать. При этом Солнце может пребывать. Видите, тоже всё зависит от того, какую мы систему координат выбираем. Есть, собственно, астрономия. Вот это последний такой, последний столбец, который выделяется или прочее, также и змеи носят. Ещё одно такое созвездие, которое не учитывает астрология. В западной астрологии своё соотнесение, и в индийской астрологии другое соотнесение. Потому что индийская астрология несколько более ближе похожа к астрономии, чем западная астрология. Кроме того, есть так называемые дома, домификация. Это какие-то участки гороскопа, каждый из которых соотносится с каким-то блоком ситуации или событий. Дом жизни, дом богатства, дом дружбы, дом родителей и так далее. Каждый из них символически связан с определённым знаком зодиака. То есть первый знак зодиака — овен, с которого всё начинается, с ним ассоциируется голова и солнце в то же время. Это вот дом жизни. Дальше дом богатства ассоциируется с тельцом. Дом дружбы, соответственно, ассоциируется с близнецами и так далее. Традиционные значения домов. Когда вы открываете газету и смотрите в интернете гороскопы, то знайте, что это не гороскопы, это космограммы. Потому что в них не учитываются дома. Дома, собственно говоря, и делают гороскоп гороскопом. Потому что если бы не было домов, тогда люди бы все делились просто на 12 частей и всё. И больше никаких более детальных спецификаций бы не было. А дома позволяют нам видеть гораздо больше различий, чем это могло бы быть. Потому что у каждого человека, в общем-то, своя номификация, связанная с конкретным моментом его появления на свете. Есть разные способы вычерчивать эти дома. Система плацидуса, система коха и так далее. Они ещё связаны для того, чтобы высчитывать время и, соответственно, представить номификацию, необходимо знать не просто дату своего рождения, но час рождения, желательно до минуты, насколько это возможно. Естественно, место точное, где ты родился, потому что широта учитывается во время этого дела. Ну, здесь, как видите, разные ситуации тоже представлены. И, соответственно, если планета попадает при рождении в соответствующий дом, то она очень сильно влияет на те события, которые там происходят в своей природе. Ну, как я уже говорил, планеты находятся в взаимных отношениях друг с другом, так в делаемых аспектах, угловое расстояние между планетами. Они тоже символически показаны в каких-то знаках. Вот оппозиция — это АЕ 180 градусов квадрат. Он обозначается как квадратик. То есть вот этот между Е и половинкой здесь. Это отрицательное. Положительное — это тригон 120 градусов. Это вот здесь вот от Е чуть-чуть налево. Обозначается в виде треугольничка. 120. И 60 градусов — это вот половинка такая. Здесь два таких вот сектора по 30 градусов. Секстильный градус. На самом деле аспектов гораздо больше, чем представлены здесь. Но эти считаются наиболее важными. Нейтральный аспект — это вот конъюнция. Конъюнция. Это когда планеты находятся рядом друг с другом. Ну, то есть на расстоянии буквально нескольких градусов. Он нейтральный, потому что природа ему непонятна, и здесь действует та планета, которая сильнее. Допустим, если в конъюнции находятся Меркурий и Солнце, то мы получаем зачастую бессвязную речь, косноязычие какое-то, неумение нормально контактировать с людьми, потому что Солнце подавляет, сжигает эти качества Меркурия. И это дома и аспекты представлены здесь сразу на этой карте. Ну и гороскоп, который сейчас может рассчитать любой человек, в общем-то, забив свои данные какие-нибудь онлайн-таблички, обычно нужно таким вот образом, как вот гороскоп Карла Юбля, где мы видим хорошие аспекты, которые отмечены здесь зеленым цветом, вот 60 градусов между Марсом и Сатурном, и 120 градусов между Сатурном и Юпитой. Вот эта связка очень и очень неплохая, но, с другой стороны, поскольку Марс и Сатурн планеты не очень, скажем так, ну планеты живые, как они считаются, то это создает некоторое движение. Вот. Ну а красным выделены аспекты не очень позитивные, вот разные, там, квадратные, а позиции здесь, правда, нет. Вот, и имея под руками такой вот материал, наличие домов, наличие аспектов, наличие планет и знаков зодиака, астролог производит определенное толкование. И это толкование, оно может зависеть от каких-то конкретных запросов. Во многом астролог является и психологом, потому что он знает, кто к нему приходит, может даже считывать какую-то информацию с человека, когда он с ним общается, может быть, какие-то его эмоции ему передаются, да. И это тоже влияет на его, так сказать, интерпретации. Вот. И тогда он может сказать, что если человек волнуется сильно, да, то вас в судьбе ждут какие-то серьезные испытания, вот на этом показывают, там, такое-то, какое-то сочетание. Вот. Или же что-то еще сказать. С другой стороны, астрологи могут не обязательно давать какие-то, чаще всего не даются какие-то точные прогнозы. Когда я в свое время этим очень много лет назад занимался и обращался к какому-то, значит, товарищу астрологу, чтобы он мне мой гороскоп посмотрел, он меня много всего намутил, чего-то там, много таких вот напряженных аспектов, но это показывает скорее на какие-то способы трансформации человека, на какие-то познания себя, то есть в плохих аспектах нет ничего плохого. Точно так же, как в хороших аспектах нет ничего хорошего. Это просто какие-то определенные точки, которые служат способами познать себя или мир, преодолеть какие-то ситуации. Допустим, как он мне сказал, позитивные аспекты, когда в гороскопе, они сплошные позитивные аспекты, это на самом деле нехорошо. То есть человек просто спит, можно сказать, у него все в жизни вот так вот катится, как по маслу, у него нет никаких трудностей, сложностей, он все принимает как должное, и в итоге в нем нет никакого стремления как-то развиваться, он в болоте пребывает. И на то вот человек, у которого все там насквозь, всякие там квадраты, кресты и прочее, он может там стать весьма выдающимся деятелем, потому что постоянно борется, преодолевает, как-то развивается. Вот такая позиция есть. Так что астрологи во многом сейчас показывают, что звезды не столько предсказывают какую-то ситуацию, сколько показывают возможности для тех или иных отношений к действительности. А уж как мы будем относиться к действительности, что мы видим, ведь мы уже зависим от нас. Ну, завершение для желающих – это маленький список литературы, если вдруг вы хотите продвинуться в своих познаниях несколько дальше. Здесь есть и, собственно, первоисточники в периодах, в анализе, классике Талли Минь, Лео Алан-Лео, Нострадамус. Есть и научные те труды, вроде того же Куталёва Дениса, человек, который изучит диссертацию по литературе астрологии. Александр Вячеславль, тоже хороший специализм. Вот. Соответственно, на этом я, пожалуй, завершил все выступление. Спасибо за внимание. Спасибо. И какие-то у вас вопросы? Ну, вообще, это не то, что прям вопрос, но мне подумалось, что в русских духовных ситхах напоминаю еще эти слова, которые, наверное, на апокалиптическую тему, из излюбленных, вот, предзнаменование конца света, это падение звезд с неба или, там, перемешение, да? И, в общем, если так, как бы, попроводить некоторые аналогии, то, например, в Махабхарате я встречала в описании, там, про лай, и какие-то тоже предзнаменования ее, такой момент, что вот конец света близок, если звезды начинают падать или перемешиваться, потому что таким образом человек, ну, или человек, перестает иметь возможность искать свою судьбу, принять какие-то решения и так далее. И вот, может быть, вот в духовных стихах, ну, собственно, этого откровения это какой-то свет астрологии так отпечатался насчет звезд, потому что, ну, для христианина, в принципе, звезды не так уж важны, с такой прям теологической точки зрения. Это как раз с точки зрения знаков промыслов, то есть Господь видает нам свои знаки, показывая какое-то движение этих планет в определенном направлении. Действительно, это один из показательных и благоприятных ситуаций – это вот кометы и затмения. Поэтому древние тексты, включая и взятие апокалипсиса, которых тоже было много, они это учитывают. В основе это связано еще и с тем, что существовало вера в неподвижный круг звезд. То есть мы часто вот, например, говорим о земной, то есть небесной отверстии. Это сейчас уже, конечно, метафора такая. Но когда-то так, в общем-то, считалось в реальности. В небосвод – это твердь. И звезды туда прибиты, на этой твердой. Поэтому, когда начинают падать оттуда, падающие звезды, летающие, это, конечно, что-то такое хаотичное. Это связь с какого-то беспорядка в мире, и, значит, что-то будет плохого в будущем. Ну, в целиком, конечно, то, что Вы сказали. Так что да, конечно, влиять есть. А есть какие-либо современные исследования, которые подтверждают или опровергают астрологию именно при работе с большими массивами данных? То есть я думаю, что… Хорошо, я сейчас скажу. Допустим, для астрологов современных светлопочек – это Мишель Гокленов, французский ученый, астролог, который задался целью показать, что не все так уж, скажем так, неправильно, беспочвенно астрологические показатели, и что, может быть, знаки зодиака действительно имеют какую-то определенную природу. Он там обработал большое количество данных спортсменов, военных, каких-то торговцев, адукантов. И пришел к выводу, что, допустим, те, кто родились по однокам Марса, они вот имеют… Ну, где Марс в гороскопах имеет большую роль, они больше склонны к военной сфере или быть спортсменами. Правда, потом, конечно, его стали критиковать, изучив его даже, что он где-то там чуть-чуть хитрил или, может, где-то упускал какие-то детали. Но для астрологов вот это очень важная зацепка, потому что им этого очень не хватает, таких вот вещей. Тем не менее, астрология все равно пытается пробиться в научную сферу. В РК-2 я устраивал там в июне летнюю школу по изучению эзотеризм, и там было несколько астрологов, которые представили научный доклад. То есть это как-то всегда очень так вот смотреть на это немножко странно, но действительно, там были методы, способы, там изучение каких-то там групп людей, доказательная база, доклад представил кандидат биологических наук, то есть как бы, ну, сложно просто это возразить. Так что она пытается по-прежнему все-таки вписаться в научную жизнь. В том числе и с этим обработкой этих базов. Да, да. А, ну, если позволите. Конечно, да. А можно сказать, что на данном этапе астрология имеет тоже какое-то новое дыхание? Потому что в последнее время, особенно среди молодых людей, есть такая тяга к этому вопросу и попытки воспользоваться какими-то ответами? На мой взгляд, это наоборот как раз. То есть в 80-е годы, в 70-е на Западе, в 80-е у нас, и в 90-е, наверное, до примерно 95-го астрологии было крайне популярно. Здесь открылась куча астрологических школ, институтов, центров, и в Питере, и в Москве, и вообще по стране очень много всего. И просто валом были великими людьми. Потом начинается постепенный какой-то откат. И я просто знаю и лидеров многих, и жарусь, что сейчас вот это сложновато стало. И если характерно, что вот астрологические университеты отдавали лицензии нашей власти в 90-е годы, то есть они реально отдавали какое-то образование, которое признавало государство. То есть диплом астролога был. То потом при перерегистрации это отменено. То есть сейчас уже лицензии не дают. И это, конечно, все это сказывается. Серьезный отток. Хотя, я думаю, сколько будет существовать человечество, сколько будет существовать астрология, потому что это нестребимо. Ну, если нет, надо будет доступ, тогда... Спасибо. Спасибо. Ну, приходите еще на лекции. У меня есть. У нас приходится в этом сентябре. В октябре будет следующий, да?